Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и я сегодня записываю новый ролик, довольно неожиданный видеоролик, который мне очень сильно хочется сегодня записать. Он будет немножко разговорный даже в какой-то степени, немножко игровой, попытаюсь тоже показать что-то. В общем и целом, завтра выходит довольно-таки интересное обновление, сегодня уже оно появляется у нас на форуме, то что завтра выйдет новый вулкан, выйдет ультра там скины, плюс изменения в HTML. И со всем этим мне сегодня очень сильно хочется познакомиться, я уже немножко тут прочитал и наверное сравнить сегодняшний вулкан с тем, что будет завтра. Сегодня покутать на вулкане, показать вам данную пушку, которая по моему мнению не так жестко нагибает и затем уже, если вам это интересно будет вся темочка, завтра, может быть послезавтра протестировать новый вулкан, который выйдет и уже рассмотреть его все плюсы и минусы. И давайте уже посмотрим на то, что изменится у нас завтра. Что здесь у нас написано из вот этого всего большого здесь нагибаторского текста, это то, что если почитать здесь вкратце, то, что пули у вулкана там открывают возможность дополнительных всяких эффектов, добавят всякие дополнительные там скины, я так понимаю, плюс завтра выходит ультра, с которыми вулкан сможет отстреливать от стенок, то есть сплэш урон наносить. И при всем этом раскладе самое-самое, что имеется здесь главное, это то, что написано, что урон, урон, друзья, на вулкане станет больше. Да. И хоть и помните, когда я смотрел видеоблог, да, кто не верит, вот именно здесь написано, раскрутка стволов там станет быстрее, повысится урон, вот это все здесь написано, исчезнет снижение урона при перегреве и появятся характерные эффекты при стрельбе. Когда мы смотрели с вами видеоблог, там говорили о том, что всякие произойдут изменения, но о том, что будет повышен урон, речи не шло. И я очень сильно акцентировал на этом внимание, заагрелся, безусловно, потому что, ну, это неправильно, это совсем не то, что должно бустить вулкан. И когда сейчас я вижу, что повышается урон на этой пушке, соответственно, я понимаю, что возможно-таки совсем скоро снова вернется новая обновленная имба, именно вулканчик, и это произойдет все именно-таки завтра. Также устройство по вулкану здесь, я так понял, забустили абсолютно все устройства, если сказать вам вкратце, то у усиленных этих приводов наводки устройство теперь полностью отключает замедление. Короче, башня будет крутиться вообще как должна вообще, как будто у тебя даже нет никакого там устройства, ты спокойнейшим образом крутишь башню, у тебя все отлично, все замечательно, с зажигательной лентой убран штраф на урон, то есть урон теперь с этим, с тем самым устройством зажигательная лента, вы помните ту имбу, которую я записывал, когда только-только у нас вышли устройства в игре, и это было одно из тех устройств, которое прям люто, дико жестко нагибало, это вулкан, который поджигает танки, и тогда там можно было просто колоссальные цифры на данном устройстве набивать, и сейчас уже написано о том, что убран штраф на урон, значит урон будет уже довольно-таки неплохой, и если при этом в всем раскладе еще будет там горение отличное, то вы сами понимаете, что это устройство уже точно будет нагибать, завтра мы его точно, я думаю, что должны затестить, если вы, конечно же, поддержите данный видеоролик лайком, мне будет вообще безумно приятно, я пойму, что вам это интересно, и возможно даже не один видеоролик запишу по этому вулкану, акцентирую внимание еще в пару-тройку видеороликах, дабы рассмотреть все устройства, ну и регулятор скорости стрельбы, снижения урона вместо скорострельности, сильно сократился период раскрутки и остановки стволов, время до перегрева этим устройством больше не изменяется, вот что с этим произошло, я так и не понял, честно говоря, они будут тут, наверное, говорить что-либо, урона вместо скорострельности, ладно, короче, я не понял, плюс ко всему этому добавляют здесь на html новый гараж, о котором говорили, плюс написано то, что изменят вид битв, и что-то еще здесь будет, я читал, что-то здесь еще будет, а, иконки, читаемость иконок званий тоже поменяется, плюс там релизы какие-то со страйкером произойдут, то, что там поведение урона от взрыва ракет какое-то странное, хотя я, честно говоря, в последнее время не играл много на страйкере, поэтому ничего вам по этому поводу сказать не могу, и что касаемо Эзиды, то там произошли корректировки в эффектах, ну это формальная такая часть, которая, по сути, ни на что не влияет, ну и, наверное, на нем, вернее, на ней, на этой пушке акцентировать внимание сегодня мы точно не будем, а вот сыграть определенную одну каточку на Hornet вулкане, который завтра целиком и полностью изменится, и я просто обязан, потому что видеоролик, можно так сказать, выйдет довольно-таки поздно сегодня, я специально хочу его выложить, дабы вы смогли потом уже сравнить все это дело после выхода завтрашнего обновления с тем, что у нас имеется прямо сейчас и то, что у нас будет потом, потому что мне кажется, что наконец-таки, наконец-таки вулкану вернут былую мощь и его станут намного больше эффективно использовать в боях, да, для кого-то это кажется, блин, опять эти вулканы, которые будут стоять на одной точке, зажимать этот пробел и просто накидывать урон, но с другой стороны, если подумать, то по сути все пушки должны быть в равном балансе, и как по мне, сейчас вулкан по этому балансу немножечко проседает, и в боях я, ну, откровенно говоря, вообще не вижу вулкана, то есть если раньше, в какой-то период времени, когда он еще находился в более-менее балансе, на нем играли, да, пока он нагибал, понятное дело, что играло еще больше игроков, а потом его так вот начали жестко нерфить, 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 и сейчас, по сути, все те игроки, которые играют у нас в игру довольно-таки небольшое количество времени, они на этом вулкане вообще никогда в жизни не играли и не имеют даже представления, нагибает данная пушка, не нагибает, а может, если имели представление, то есть, например, заходили на ней куда-то в боек, скатали каточку, поняли, что нет, эта пушка не нагибает, эта пушка не тащит, и, по сути, ее не нужно здесь использовать. Да, я могу сказать, что на этой пушке, как и на любой другой, можно пытаться, бороться, забирать топовые места, да, как вы видите, что сейчас я вроде как уже даже на первом месте потихо и начинаю тут что-то отрываться, но для меня вулкан это та сейчас пушка, которая все-таки наносит не то количество урона, которое оно должно наносить. То есть, вот, условно говоря, вот сейчас за секунду, да, или за сколько, за тычку каждую тут вылетает, у меня по танку по 50-60 урона, это без ДДшки по ДАшному танку, но, в принципе, при таком раскладе, я считаю, что было бы неплохо, если бы вылетало бы где-то около соточки, и тогда бы вулкан вот так вот с зажимчиком, вот так вот легко и просто мог разбирать, вот как сейчас я с овердрайвом, одного танчика, второго там танчика, третьего танчика, четвертого, и так спокойненьшим образом фармил, 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 и при всем этом раскладе не играл там, знаете, как на этих тяжелых танках, там эти Титаны, знаете, вот эта медленная игра неинтересная, вот, например, на таком Харечке, спокойненьшим образом можно было бы ворваться в каточку, например, зайти в какую-нибудь даже ЦПшку, в которых сейчас вообще вулкан просто не актуален, и, возможно-таки, даже комфортно поиграть. Я знаю, что у меня есть подписчики, у меня есть зрители, которые любят данную пушку, даже ту, которая сейчас у нас имеется, но я высказываю исключительно свою точку зрения, и я считаю, что все-таки вулкан до сегодняшнего дня, то есть, если завтра уже произойдет обновление, не находится в нужном балансе по именно-таки эффективности в, давайте скажем, просто в матчмейкинговых боях, да, не будем сейчас затрагивать пробитвы, не будем затрагивать всякие турнирные бои, просто закончим, сказав, что меня не устраивает игра исключительно данной пушки в матчмейкинге, то есть, я считаю, что не хватает на ней, откровенно говоря, урона. И если завтра этот урон повысится, если я снова зайду в эту игру и увижу то, что, например, та же зажигательная лента, да, это устройство, которое поджигает противника, стреляя на вулкане, либо же вот это же самое устройство, которое сейчас у меня имеется, надетое, да, то есть, оно будет намного комфортнее поворачивать башню, сейчас вы видите, что башня поворачивается, ну, не так быстро, я, конечно, тут переборщил уже с зажимом, потому что много разговариваю и не смотрю на игру, но то, что башня будет быстро поворачиваться, это абсолютные дополнительные, хоть и маленькие, но возможности для этой пушки, за счет которых, я думаю, что эта пушка обретет былую мощь, и на ней можно будет даже мне просто позаписывать видеоролики, поиграть не только на видосах, но и на стримах, и я пойму, что это та пушка, которая сейчас, наконец-таки, наконец-таки будет находиться в среднем балансе, и я буду радоваться и спокойнейшим образом играть с переменным, наверное, успехом, потому что, ну, я не буду постоянно сидеть и играть только на одном вулкане, как это было, возможно, таки раньше, кто помнит, я был просто заядлым любителем пулемета одно время, когда он жестко нагибал, на даже аренках, то есть, даже если не смотреть на полигоны, там, цп, а именно аренки, да, вы понимаете, что это маленькая карта, и на этой маленькой карте я просто сидел, наваливал на этом вулкане, да, это было просто, да, это было просто, и эта пушка выдавала довольно большое количество урона, и мне это нравилось, мне нравилось то, что было разнообразие, я не сидел там только на каких-то определенных вооружениях, как, например, сейчас у нас в жестком балансе находится жига, и не сидел и не думал, так, я хочу сменить пушечку, а, нет, я менять ничего не буду, потому что у меня есть жига, которая нагибает, а, возможно, вот сейчас забустят так вулкан, что он приобретет такую былую мощь, и мне захочется снова на него вернуться, снова на нем поиграть, снова записать для вас кучу интересных видеороликов, рассказать какие-то интересные вещи, возможно, даже показать, как его можно намного круче реализовать, да, в общем и целом, это дает нам очень много нового интересного контента для меня, рассказа для вас, и я очень сильно надеюсь на то, что все же после завтрашнего обновления вулкан наконец-таки буснут. Да, можно там добавить там эти рикошеты от стенок, можно добавить там сплэш урон, но это все не то, это все не то. Если у пушки нету дополнительного урона, она при любом раскладе не будет нагибать. Хоть ты там ей сплэш добавляй, хоть ты там рикошет ей добавляй, ну, вот как будет, вот, например, я буду стрелять вот так в стенку, и у меня будет рикошетить вулкан, ну и что, и что, и какой плюс я получу от этого? Да никакого плюса я не получу, ничего там не будет. А вот если урон добавят, вот это уже будет другое дело. Вот это уже можно будет нормально-таки понаваливать, можно будет вот не по 60 урончика, да, здесь набивать, и не близко к какому-то фельду по опыту идти. Можно будет где-нибудь соточку такую легенькую дать, может быть даже еще больше, и спокойнейшим образом нагибать, 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 и еще раз нагибать. Остается у нас минутка до конца, я вроде как уже всю свою мысль высказал, дабы не повторяться, наверное, уже не буду здесь ничего говорить. Вы, пожалуйста, друзья, напишите свою точку зрения по всему этому поводу в комментариях по данным видеороликам, все же он выходит поздно, я надеюсь, что вы его посмотрите, напишите, что вы думаете по этому поводу, напишите, согласны ли вы со мной, хотите ли вы бусты этого самого вулкана вернуться на данную интересную пушку, понагибать на ней, возможно, кто-то вспомнит былые, старые, прошлые, нагибаторские времена, когда эта пушка реально люто, жестко нагибала после выхода устройств, и почувствует, насколько круто было раньше катать на этом вулкане, да, хоть и для многих эта пушка является такой, где ты просто, грубо говоря, нажимаешь на пробельчик, кладешь кирпич и просто наносишь урон, но я так не считаю, потому что здесь имеются такие моментики, когда ты играешь на легких корпусах и сложностях, и, возможно, вы все это дело, конечно же, распишите, я попрошу вас так, и мы вместе с вами уже завтра приступим к тестированию нового интересного иногибаторского вулкана. С вами был мистер Ванька, друзья, спасибо вам огромнейшее, то, что вы досмотрели данный видеоролик до конца, если он вам понравился, если вы хотите всех этих нагибаторских обзоров и до сих пор не поставил лайк, обязательно, это максимальная поддержка для меня, поставьте его прямо сейчас, ну и также, друзья, не забывайте подписываться на канал, дабы ничего не пропускать. Ну а с вами был мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока.